здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале boan baby меня зовут боев юрий и сегодня у нас с вами на обзоре пожалуй одна из самых желаемых колясок для наших мам это cybex прием четвертого поколения кто-то из вас скажет о это что-то на богатом и вы будете абсолютно правы цена на эту коляску всегда начиналась выше 100 тысяч рублей и очень часто вы мамы спрашиваете почему такая высокая цена оправдана ли она поэтому вместе с вами сегодня мы разберем эту коляску и сами себе ответим на этот вопрос поехали ну что давайте сначала несколько слов о самом бренде и в общем про эту коляску cybex это немецкая компания соответственно все что будет относиться к качеству к материалам действительно здесь все на самом высшем премиальном уровне ну и конечно же дизайн этой коляски не на последнем месте почему эта коляска так нравится мамам мало того что здесь очень много расцветок здесь есть и яркие и спокойные цвета здесь есть коллаборации с известными брендами и даже дизайнерами кроме того у вас есть возможность выбрать разные расцветки рамы серебряные черная золотая но это еще не все эта коляска конструктор соответственно вы можете выбрать дизайн рамы одного цвета люльки другого прогулки третьего автолюльки четвертого и собрать для себя коляску которая точно вам понравится кроме того давайте сразу вам скажу чем эта коляска будет отличаться от предыдущей третьей серии первое самое важное отличие это высота люльки она стала выше соответственно если вы родители высокие вы обязательно это оцените кроме того переходнички на которые ставится это и люлька подходит теперь для установки автолюльки соответственно вам не надо будет ничего докупать эти адаптеры будут сразу в комплекте про расцветки мы с вами поговорили теперь про ткани мало того что они очень приятные на ощупь они самого высокого качества и имеют пропитку от промокания и защиту от ультрафиолета ну что теперь давайте разбираться с люлькой что касается защиты от солнышка здесь все хорошо у нас будет достаточно глубокий капюшончик единственное обратите внимание вот в этой зоне где ручка есть отверстие если пошел дождик то мы рекомендуем одевать дождевичок а если на улице жарко то здесь есть один клапан для дополнительного проветривания но это еще не все здесь в борте в нижней части есть очень объемная зона для проветривания кроме того это оценят и подросшие дети которые любят лежать на животике и смотреть вперед но это еще не все посмотрите что они сделали они вшили специальную молнию и вот этот клапан который вы отогнули можно будет убрать специальный кармашек и тем самым дизайн коляски не пострадает от плохой погоды вашего ребенка защитит достаточно высокий бортик причем по бокам есть магниты чтобы у вас ничего не поддувала сама накидка на люльку крепится на молнию влагозащитную молния имеет собачки с обеих сторон удобно ей пользоваться где бы вы не стояли относительно коляски капюшон коляски опускается бесшумно единственное делается это нажатием одновременным нажатием двух кнопок по бокам далее немного цифр это люлька действительно очень просторная ее длина составляет 77 сантиметров ширина 34 кстати вес коляски вместе с люлькой составляет около 14 килограммов обязательно имейте это ввиду мне очень нравится как здесь все организовано внутри используется действительно хлопок самого высочайшего качества внутренний текстиль можно будет отстегнуть он крепится на молнии и постирать отдельно матрасик у нас сделаны с поролоном причем поролон имеет функцию памяти чехол здесь также съемный соответственно если вдруг что-то испачкалось не переживайте можно будет снять и постирать кроме того в районе головы есть еще дополнительный бампер его мы рекомендуем убирать когда ребенок будет лежать на животике и смотреть вперед чтобы ничего не мешало его обзору как видите дно люльки сделано из пластика имеется множественные отверстия для лучшей циркуляции воздуха сама люлька держит форму за счет вот этих металлических распорок когда люлька не нужна просто уберите распорочки и она сложится блинчиком а еще на люльке есть карман на молнии куда вы можете что-то положить и она всегда будет у вас под рукой для того чтобы снять люльку с коляской обниматься не надо достаточно нажать на кнопочку с одной стороны она запомнила свое положение кнопочку с другой стороны и просто потянуть люльку вверх очень удобно кроме того на люльке есть снизу ножки соответственно вы можете поставить на землю и не переживать то что она испачкается и еще один момент помните я говорил что на те же самые адаптеры можно будет поставить автолюльку я хочу показать как они снимаются и как они выглядят вблизи и так чтобы снять откиньте вот эту клипсу и нажмите на кнопочку в центральной части все очень просто и и и прям одна из немногих колясок у которых рама это просто произведение искусства мало того что она сама по себе очень красивая и очень качественная вы посмотрите как лаконично она выполнена вы не найдете здесь заклепок выпирающих болтов это действительно просто высший инженерный уровень управлять и пользоваться этой коляской действительно очень приятно но самый частый элемент который вы будете трогать это конечно ручка выполнена она из-за какой же имеет очень приятную прострочку кроме того на ручке есть еще петля для дополнительной безопасности посередине на ручке есть кнопка благодаря которой вы будете регулировать эту самую ручку по высоте кроме того нам пригодится при сложении рамы. Рама коляски выполнена из сплава алюминия. Максимальная нагрузка, которую она выдерживает, 22 килограмма. Кроме того, сама рама без колес весит около 5,5 килограмм, что очень немного. Амортизация имеется на каждом из четырех колес, на задних и на передних тоже. Колеса у нас сделаны из пененого полиуретана, соответственно, за ними не надо ухаживать, их не надо подкачивать, они никогда не проколятся. Имеются подшипники, благодаря которым эта коляска действительно очень хорошо катится. Передние колеса поворотные на 360 градусов. Когда эта функция не нужна, просто вот этот рычажок передвиньте в другое положение и колесо будет заблокировано. А еще у этой коляски очень много аксессуаров и один аксессуар я как раз сейчас вам расскажу. Если вы снимете передние колеса, то вместо них можно поставить мини-лыжи, которые, конечно, вам пригодятся снежной зимой или если вы куда-то поедете на зимний курорт. Коляска оборудована достаточно просторной и продуманной багажной сумкой. Кроме того, она еще и съемная. Если нужно что-то положить, то здесь очень удобный клапан на магнитах, который вы можете откинуть, тем самым увеличив еще и объем этой корзины. На задней оси, как вы видите, находится ножной тормоз. В верхнюю часть нажимаете и снимаете с тормоза, в нижнюю часть нажимаете и поставили на тормоз. И ширина колесной базы составляет 60 сантиметров. Это значит вы проедете абсолютно в любой лифт. Ну и, конечно же, обзор рамы будет неполный, если я не расскажу, как она складывается. Но прежде расскажу еще об одной фишке. Эта коляска умеет ездить на задних колесах, не снимая люльку. Смотрите, как это происходит. Просто два рычажка сдвиньте и приподнимите коляску вот таким вот образом, когда вам понадобится эта функция. Допустим, если вам нужно преодолеть несколько ступенек или, если вы поехали к морю и нужно будет проехать по песочку. Ну что, давайте покажу, как складывается эта рама. Причем умеет она это делать одной рукой. Для начала нажали на маленькую кнопку большим пальцем, на большую кнопку оставшимися пальцами, утопили ручку и подняли ее вверх. Как видите, складывается не очень компактно, поэтому планируйте место в багажнике своего автомобиля. Ну что, друзья, а дальше моя любимая часть обзора, это я расскажу про свои ощущения, как управляется эта коляска. К сожалению, у большинства мам не будет возможность почувствовать это управление перед покупкой, потому что в магазине совсем другие ощущения. Я могу сказать, что это действительно коляска очень хороша в управлении. Вы будете катать ее и кайфовать. Даже если вы будете несколько часов в день проводить на прогулках с малышом, вы точно не устанете. Если вы родители высокого роста, не переживайте, потому что здесь люлька высоко расположена от земли, здесь достаточно большая регулировка ручки, вы точно не будете спотыкаться об эту коляску. А если вы миниатюрная мама, так же не переживайте. Эта коляска настолько хорошо управляется, что даже несмотря на то, что весит она около 14 кг, ее веса вы совсем не почувствуете. Единственное по поводу амортизации. Здесь она все-таки, я считаю, более городская. Она здесь есть. Она, в принципе, здесь неплохая. Несмотря на то, что сама амортизация жесткая, еще и колеса полиуретановые. Для большинства городских условий она вам так же отлично подойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, ваш малыш подрос, а значит самое время пересаживаться в прогулочный блок. Давайте разбираться. Сразу немного цифр. Вес этой коляски вместе с прогулочным блоком составляет 13 300, а внутренние размеры. Длина просто гигантская, практически метр. А ширина в самом узком месте, где сидит ваш малыш, 30 сантиметров. Прогулка достаточно большая. Прогулочный блок здесь реверсивный, а это значит, вы его сможете установить не только по ходу движения, но и против хода движения. Кроме того, имеется горизонтальное положение, 175 градусов, практически горизонтальное. Подножку также можно поднять в горизонтальное положение. Ну и, конечно же, когда ваш малыш уснул, вы захотите сделать капюшон глубже. И здесь есть дополнительная секция. Причем для того, чтобы опускать и поднимать капюшон, ни на какие кнопки нажимать не нужно. И делается это абсолютно бесшумно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы откроете зону для расширения капюшона, здесь прячется еще окошко для присмотра и для проветривания. Вот этот клапан, который вы откидываете, имеет два магнитика, чтобы ничего не поддувало. В верхней части имеется черный рычаг. Он используется для опускания спинки. А в задней части спинки, внизу, здесь будет еще и очень-очень просторный карман. А еще одна функция. Вы ее не найдете ни в одной коляске. Обратите внимание, что когда я опускаю спинку, одновременно вперед съезжает и нижняя часть. Это сделано для того, чтобы вне зависимости от того, как у вас будет сидеть или лежать малыш, как будет установлен прогулочный блок, сама развесовка коляски была идеальной, чтобы вам было легче и комфортнее ей управлять. И еще одна штука, которая вам понравится у этого прогулочного блока, это система ремней. Они пятиточечные, с накладками, этим ни у кого не удивишь. Но, как они регулируются? Вы нажали на кнопочку и ослабили ремни. После того, как вы усадились сюда малыша, просто потянули одну вот эту лямку и зафиксировали ребенка. Кстати, обратите внимание, какой красивый здесь замок для пристегивания ремней. Перекладина для малыша, также сделана из эко-кожи, имеет очень аккуратную прострочку. Его можно будет снять с одной стороны или снять со всем. Кроме того, удобный шарнирный механизм позволяет бампер опускать вниз, чтобы он не мешал посадке-высадке пассажира. Подножка для малыша имеет регулировку по наклону. Делается это двумя кнопками по бокам. Кроме того, обратите внимание, что нижняя часть сделана целиком из пластика. За ней будет еще и легко ухаживать. Умение прогулочного блока компактно складываться вместе с рамой – одна из важнейших характеристик прогулочного блока. Поэтому хочу остановиться на этом поподробнее. Давайте сначала покажу, как она умеет складываться, когда установлено по ходу движения. Я считаю, что такое сложение в принципе достаточно компактное. Давайте покажу, как это выглядит. Кроме того, здесь будет еще и ручка для удобной переноски. Раскладывается эта коляска также очень просто. И далее я хочу переставить блок в обратное положение и показать, как она будет складываться в этом случае. Возможно, это не очень компактно, но для кого-то это будет приемлемо. Итак, я перекинул прогулку в другую сторону, опускаю вниз, опускаю точно так же ручку и перехватываю. Как видите, так она сложиться тоже может, но это не очень компактно. Кстати, у коляски нет фиксации рамы в сложном состоянии. Кстати, точно так же, как и с люлькой, прогулочный блок можно будет катить за собой на двух колесах. Делается точно так же. Нажали на два рычажка, подтянули передние колеса под задние и покатили. Итак, друзья, давайте подытожим. У нас с вами была действительно очень классная коляска. Давайте порассуждаем, кому она подойдет, кому нет. И как вообще люди приходят к выбору этой коляски. Первое. Это, конечно, люди, которые хотят подчеркнуть свой статус. То, что у них есть деньги, то, что они действительно могут себе позволить даже такую коляску. Вторая категория родителей. Это, которые хотят для своих детей самое лучшее. И, конечно же, они наткнутся на эту коляску. Она им понравится по дизайну и по характеристикам. И у них встает вопрос, стоит ли переплачивать. Итак, давайте подумаем. Эта коляска действительно по характеристикам, по качеству и по дизайну одна из лучших на российском рынке. Кроме того, эта коляска еще и с практической точки зрения очень правильная. У нее просторная люлька, закрытая люлька, качественные материалы. У нее классный прогулочный блок. Единственное, конечно, можно было бы капюшончик сделать поглубже. Однако, эта коляска, хоть и не совсем компактна, но умеет складываться с прогулочным блоком. Эта коляска проходимая и имеет достаточно среднюю амортизацию. Соответственно, подойдет для большинства родителей. Но вопрос цены, конечно, многих отполкнет. И тут вы сами для себя должны решить, готовы вы за это переплачивать или нет. Мы прекрасно с вами понимаем, что это отличная коляска. Однако, она не научит вашего малыша говорить, не приучит его к горшку. Точно так же, как и другие коляски. Однако, покупая эту коляску, вы можете быть уверены, что ваш ребенок будет в максимальном комфорте. А вы будете получать удовольствие от каждой прогулки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши сети, в том числе на YouTube. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, так вы точно не пропустите наши следующие видео. Ну а на этом давайте прощаться. Вам мы желаем легких родов, здоровых малышей. И до встречи в магазине Buan Baby. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!